XX, с вами Белевикс, всем привет! Мы продолжаем обозревать коллекционные переиздания кукол Monster High 2022 года. На повестке дня коллекционная Клодин Вольф Хант Кутюр. В буквальном переводе с французского «от кутюр» означает «высокое шитье». В наши дни под этим понимают создание одежды высокого класса и переводят как «высокая мода». Собственно, так и можно перевести название лимитированных кукол Школы Монстров. Кутюр – это чистое искусство для искусства. Все дело заключается в перформансе, эффектности и шумихе. Такого рода мероприятия дают прекрасную возможность дизайнерам поднять имидж своих домов и привлечь как можно больше клиентов. Коробка модницы Клодин Вольф Хант Кутюр выполнена в форме гробика под цвет красавицы. Черно-фиолетовый, переливающийся розовым. По всему периметру можно разглядеть черепки, сердца, ободки и другие элементы. Она с красивым сочетанием цветов. При движении переливается, запечатана с четырех сторон. На куколку просто так не посмотреть, пока не раскроешь верхнюю часть бокса. На ромбовой, стилизованной под искусственную кожу накладки, изображено название коллекции, герб школы монстров, а также значки, характерные персонажам. Фаза луны, лапки и черепок Вервульфа. Кукла выполнена в Индонезии, предназначена для лиц старше 14 лет, хотя раньше ограничение было 6+. Вместе с куклой вы получаете подставку для нее, аксессуары, дневник и сертификат подлинности. Последнее в новинку для бренда Monster High. Интересное и подходящее для Monster High решение, что вскрыть коробку можно лишь приподняв крышку гробика. Здесь же есть блистер, который защищает куколку от внешнего воздействия. Он не приклеен к коробке и его легко вот таким вот образом можно открепить. Спрятанный матовый дневничок находится в кармашке внутренней части коробки за куколкой. Из-за того, что это потерянный дневник, это не означает, что ты можешь прочесть его, пишет Клодин. Но нас завсегдаты привычным содержанием не удивить, нам все секреты известны, так что листаем в удовольствие. Здорово, что спустя 13 лет такие детали сохранились. Сертификат подлинности подтверждает, что кукла была создана благодаря дизайнерам и художникам Мотел. На обратной стороне есть послание от Клодин, где она рассказывает, как много надо наверстать фанатам школы монстров. Задник внешней коробки, к небольшому удивлению, картонный, даже не черный. Вот мы и выпустили на волю еще одну свирепую, клыкастую и когтистую куклу из лимитированной коллекции Хант Кутюр. Создатели кукол Мотел постарались, чтобы образы кукол были не только ультрамодными, но и сохранили в себе прежнюю монструозность. А сейчас небольшой фокус. Конечно же, можно постараться надеть крепление через эту объемную шубу, но можно воспользоваться и таким вот способом. Очень легко, эффективно. Вуаля! Подставка пригодится нам для демонстрации ее убийственного стиля. Продумано, что крепление прозрачное и едва заметное. Идеально для коллекционеров. Расческа для волос стилизована под металл, как и основание подставки. Классическая с черепком МХ. Поскольку Хант Кутюр является тем еще фрики фьюжн, нам понадобится и базовая монстряшка, и еще другие коллекции. Клычки сохранились, разве что немного подточились. Модельер из школы монстров расхаживает по подиуму с таким же острым стилем, как и ее острые когти. У куколки новые шарниры, но движутся хорошо. Кукла с молдированными заостренными ушками. На затылке на голове куклы указан год создания молда. Взгляд новой Клодин немножко отличается от того, что был раньше. Вервульфовский, от которого хочется кричать и даже выть. Широкие глаза делают взгляд более добрым. За счет прокрашенной радужки глаз взгляд куклы выглядит выразительным. Блики в завораживающих глазах белые, отличающиеся от того, что было ранее. У Клодин коричневый цвет в радужке и контрастирует с бежевым. Контур глаз и подводка черные. Складка века, тени бежевого и фиолетового оттенков. Они оформляют и нижнее веко. Губы вишневого цвета с прорисованными клычками. Прошитые ресницы – самый приятный сюрприз. Лисий эффект. Они идут пятью пучками по 7-10 волосков. Изгиб изящный, выглядит эффектно, достойно для эксклюзива. Брови у новой Клодин приобрели новую форму. Расширились и стали более реалистичными за счет имитации прокрашенных волосков. Эффект амбре – оригинальная возможность соединить в окрашивании волос сразу два любимых цвета. Розовые пряди внутри очень свежо смотрятся. Девушка с обложки журнала не претерпела изменений с промо-фото. Пробор идет немного сбоку. Прошивка добротная, между прядками небольшое расстояние. Волосы густые, жирноватые. На кончиках ниже поясницы идут легкие завитушки. В ушах куклы крупные серьги. Фиолетовые, ромбообразные и привычные нам, но стилизованные под золото, два кольца. Они легко вынимаются из ушей, дорого, богато. Куда же без такого атрибута, который был на первый базовый кладин. На голове красуется массивный черный ободок с золотыми шипами. Мода на новолуние прекрасна. Кладин одета в просторную меховую куртку. Шуба искусственная, розово-фиолетового цвета, притягивающая на себя взгляд. И очень приятная на ощупь. Сразу вспомнила кладин Хэллоуин с такими же меховушками. Внутри шубки мягкая кислотная подкладка. Все качественно прошито. Наряд продуманный и многослойный. Удачный ход модного гения Клео Данил. Наконец, она полностью распуталась и вернулась к созданию своих причудливо потрясающих образов. Под шубой мы видим одно огромное золотое украшение. Имитацию золотых цепочек из мягкого пластика, которые держатся на ошейнике кладин, напоминающим базовую версию. Здесь же изображен месяц. Ее наряд подчеркнут чудовищным массивным кастетом или печаткой на пальцах. У нее же отвращение к серебру с едва заметной надписью «Монстр внутри». Очень привлекает внимание, что у сумки кладин настоящая металлическая цепочка, не пластиковая. Тем не менее, незначительного веса. Аксессуар надевается на плечо. Сумка в виде оригинальной куртки кладин. Дизайнеры вдохновились продукцией москины, изготавливающих сумки Biker Bag из кожи Nappa. На левой руке за шубой прячется шипованный браслет с брелком, маленькой переносной сумочкой с милым черепком Monster High. Все прикреплено на дополнительных резиночках. Если снять пушистую куртку, которая, кстати, немножечко совсем линяет, элегантная версия ее классического наряда преобразится. Вообще, наряды от Hunt Couture выполняются зачастую вручную и только в одном экземпляре. Мы не обладаем информацией, в каком объеме были выпущены новые куклы, однако знаем, что на сайте Mattel Creations куклы Hunt Couture продаются лишь две вручки. Цена, к сожалению, дорогая и не общедоступная. 75 долларов за каждую без учета доставки. Продажа Фрэнкиштейн и Кладин шла по часу. Кладин не была доступна для приобретения российским пользователям, и ее достать было крайне сложно, но при огромном желании можно. Нам удалось отхватить в день продажи 18 марта красоток через знакомого посредника из Европы. Дракулауру мы, кстати, тоже ожидаем, а вот обзор на Фрэнкиштейн вы можете посмотреть по ссылке в описании. На кукле черно-золотистый топ из сетки с обрамлением на рукавах и поясе. Доходит до юбки и держится он сзади на липучке. Под ним выдержанный в тех же оттенках топик на бретельках с тигровым принтом. Фиолетовая укороченная юбка Гаде с высокой талией, из искусственной лакированной кожи с золотыми заклепками. Под ней прячется едва заметная сетка. Юбка на липучке сзади. Чулки черные, прошитые чуть ниже колена, на этот раз в крупную ромбообразную сетку. Очень дополняют убийственный образ модный Клодин. Ее сапоги на высоких экстравагантных каблуках с золотым акцентом сияют как в свете прожектора, так и в лунном свете, но с открытой. Напишите в комментарии ваше мнение о новой Клодин Вульф и переходите в мои социальные сети Инстаграм, Вконтакте, Телеграм, Рутюб. И также смотрите обзор на Фрэнкиштейн по ссылочке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. До встречи в следующих видео. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok